Борисов Кирилл Я мечтаю, что когда-нибудь я буду работать над новым проектом. Проектом, где с самого начала все будет хорошо. Где все с чистого листа, где тесты, архитектура и смысл. Но, к сожалению, больше 10 лет и продаю свой талант за деньги. И качу из одного Legacy проекта к другому. Такова, видимо, моя судьба. Все это время я программирую на разных языках. Но оказалось, что влюблен я только в Python. И продолжаю работать с ним. О чем же все это? Ну, вообще это о том, как внедрять тестирование на Legacy проектор. О том, как работать с людьми. И в меньшей степени, как работать с кодом. Главная цель это сберечь нервы. Причем нервы не мне, их уже не осталось. Сберечь нервы вам. И по возможности добавить немножечко опыта. Для начала определимся также, о чем мы не скажем. Мы не будем говорить ни слова о написании тестов. Да-да. Об этом написано уже множество статей, множество книг. И просто не передаваем количество разных видео. Мы также не будем осуждать никакие методологии. БДД – пожалуйста. ТДД – да ради бога. А ТДД – о боже мой. Но это исключительно на ваш откуп. Мы также не будем говорить ни о чем, что могло бы нарушить НДА. Потому что у людей очень долгая память, у юристов очень длинные руки. А я один такой простой человек. Главное, для начала давайте определимся. Кто знает, что такое Legacy код? Я все равно буду это читать слайд, поэтому мне приятно, что вы о нем знаете. Итак, Legacy код в понимании, описанном в этом докладе, достаточно старый код. То есть достаточно старое – это понятие растяжимое. Оно может являться более 10 лет до 2 месяцев. Остановимся на примерно долго. Он также, этот код, запутанный хрупок. В нем не видно ни начала, ни конца. Он как гигантский зверь, как гигантский змей, который пожирает себя с его же собственного хвоста. Не знаю, как к нему подступиться, как взять его за рога. И есть ли у него рога, это тоже не очень-то понятно. И именно это не позволяет начать его спокойно тестировать. Очень многие начинающие разработчики, а также опытные разработчики, а также просто разработчики, которые приходят на Legacy проект, хватаются за голову и думают, но я же слышал про тесты. Я возьму копье тестов и понесусь убивать это чудовище. Копье, естественно, ломается, люди ломаются вместе с ним, и в конце остается сломленный человек, который работает на этом Legacy проекте десятки лет, пока давайте не будем. Так вот, возможно ли это как-то изменить? Возможно ли побороть этого самого зверя? На самом деле да. Но перед этим вам нужно будет немножечко подготовиться. Подготовительный этап — это крайне важно. Начнем мы, как ни странно, с вопросов к самому себе. А зачем вы вообще это делаете? Нет, серьезно. То есть хотите ли вы славы? Хотите ли вы, чтобы люди говорили о вас, о, он внедрил там тест, какой прекрасный, замечательный персонаж? Либо же вы хотите сделать что-то, что облегчит жизнь не только вам, но и вашим коллегам, возможно, даже всей компании? Хотите ли вы работать ради блага или ради собственной славы? Потому что если вы делаете это ради своей славы, то с первыми же успехами у вас пройдет интерес, вы угаснете и перейдете на что-то другое. А гниющие остатки ваших начинаний еще долго будут засорять с собой проект. Второй не менее важный вопрос — а знаете ли вы, что вы делаете? Вообще писали хотя бы один тест в своей жизни? Нет, серьезно. Прежде чем бросаться на такое сложное начинание, необходимо хотя бы обладеть азами, написать 3-4 теста, покрыть небольшой кусочек кода, набить руку и почувствовать силу в своих руках. Но главное, а у вас вообще есть время на все это? Вы понимаете, очень клево с благими порывами вмешиваться в код и делать его лучше. Очень замечательно работать на будущее. Возможно, у вас настоящее горит, возможно, у вас нет времени все это притворять в жизнь. Подумайте о том, что, возможно, сейчас проекту нужны вы, а не какие-то там светлые позывы из будущего. Если вы ответили утвердительно на все эти вопросы, можно переходить к следующему этапу — разведка местности. Как живет этот зверь? Из чего состоит ваш проект? Какая у него структура? Какие у него составные части? Как он вообще работает? У вас есть какое-то представление? Наверняка есть, но, возможно, оно не так правильно, как вы думаете. Посвятите немножечко времени, пройдитесь по нему. Посмотрите, что вы можете понять из того, что вы еще не знали. Составьте абсолютно схему зависимости, потому что никакой проект не существует в вакууме. Практически наверняка ваш продукт дергает какую-то базу данных, какой-то внешний сервис, он зависит от той-то библиотеки, работает с теми-то данными. Очень важно понимать из самого начала, с чем вам придется столкнуться, что представит из себя сложность и с чем вам придется побороться. Но главное, знайте, а что уже было сделано ранее. Возможно, вы далеко не такой первый персонаж, возможно, есть целые пласты, наработка от предыдущих людей, которые сгорели и ушли с этого проекта. Возможно, даже есть какие-то тесты, которые просто никогда не запускаются. Очень неплохо посмотреть, что уже было сделано, и учесть ошибки ваших предков. И уже, произведя такую разведку, перейти к непосредственно боевым действиям. Первый раунд – борьба с вашей организацией. Да-да, самый страшный зверь – это, как водятся другие люди. И главный из них – это ваш менеджер. Также известен как непосредственный начальник. Это на самом деле не такой страшный зверь, как можно себе представиться. Это простой человек, у него есть простые потребности. Он просто хочет сдать проект вовремя, без лишних проблем, получить за это деньги, плюшки и так далее, и жить дальше своей жизнью. Он, в принципе, не против ваших начинаний. Но если вы просто будете кидаться в проект и кричать, что тесты, 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 он посмотрит на вас, как на человека, который тратит его время, который тормозит остальных. И зачем такой нам человек нужен? Это может быть неплохой стратегией, чтобы уйти с легоси проекта, но если вы хотите все-таки продолжить с внедрением тестов, то стоит попытаться выйти на один уровень понимания с вашим менеджером. Менеджер говорит на языке пользы, времени, денег. Попытайтесь понять, что им движет. Им движут попытки сделать, выполнить проект в срок. Попытки затратить как можно меньше качества ресурсов, как можно более весомый результат. Поэтому тесты стоит подавать не как «О, это будет круто!». Надо на самом деле говорить, вы знаете, у нас в прошлом квартале было столько-то падений, которые могли бы быть отловлены еще на стадии разработки нашего продукта, если бы, к примеру, у нас были тесты подтверждать, что функционал этой части не изменен. Соответственно, мы бы сэкономили часы, потраченные на устранение этих проблем, мы бы снизили количество неустойки, которые мы должны были выпустили за неработающую систему. И менеджер, когда слышит эти слова «оптимизация», «деньги», «экономия времени», он начинает проникаться в этой идее. Он же видит это вас не как очередного оголтелого программиста, увлеченного в свежие технологии. Он видит вас, человек, который заинтересован так же, как и он, в том, чтобы сделать продукт лучше. И это его склоняет в вашу сторону. Когда вы говорите с ним на одном языке, вы можете так же договориться, понять друг друга. Он скажет, конечно, хорошо, но давай это сделаем с такими-то оговорками. К примеру, он может предложить сначала вам сделать Proof of Concept. Proof of Concept — это просто, представьте себе, отдельно изолированный, к примеру, участок код, какая-то подсистема, которая покрывается тестами, которая запускается, работает, и показывает, что, во-первых, вы знаете, что вы делаете, а во-вторых, это приносит какой-то весомый результат. К примеру, можно взять один из наиболее наболевших багов, который всплывает с определенной периодичностью, и попытаться, написав тест, его отловить, залечить и проверить, что он потом уже не появится вновь. Но главное, в общении с менеджером, понимаете, менеджер — существо жадное до результатов. Не обещайте слишком много с самого начала. Потому что если вы скажете, что, о боже мой, это сделает все лучше сразу, просто мы щелкнем тумблером, и все заработает, то в плане он может себе представить, что вы обещаете исправить все проблемы системы одним махом. Пойдет к своему начальству, он скажет, вы знаете, мы исправим все проблемы одним махом. Начальство скажет, замечательно, оно сократит вам финансирование, срежет сроки, скажет клиенту, что мы сдадим систему намного раньше. Главное — понимание. Полное понимание относительно того, что же будет получено, за какие сроки, а главное — какими силами. Ладно, с менеджером вы договорились, вы с ним уже лучшие друзья. Перейдем к тем, с кем вам приходится работать каждый день — коллеги. Типичный коллега на типичной легаси-проекте — это человек, который потерял веру в жизнь, он потерял веру в будущее. Это человек, который понимает, я здесь навсегда. В этом болоте нет мне выхода. И он не сильно это склонен к изменениям. Они смирились со своей судьбой, и это нормально. Это абсолютно нормальная линия поведения. Но проблема в том, что вы начинаете мутить воду в этом болоте. И когда вы начинаете требовать, чтобы они запускали какие-то тесты, чтобы они писали какие-то тесты, он просто хочет выполнить свою долю работы, закрыть таску и идти домой. Это тоже абсолютно нормально. Попробуйте их заинтересовать, опять же, вопросами пользы, вопросами того, почему вам станет лучше. Скажите, что вы знаете, мы постоянно тратим время, остаемся после работы тратим ресурс на то, чтобы залечить такие-то баги. А может быть, если мы не будем выкатить на прот сломанный код, нам не придется тратить время на то, чтобы учинить. Гениально. И вполне может быть, что они придут к вашей точке зрения, но есть нюанс. Вам необходимо понимать, что вы общаетесь с людьми. Проявите терпение, проявите эмпатию. Спросите, почему тебя беспокоит эта идея? Что тебя волнует? Давай найдем какую-то точку соприкосновения. Давай поймем друг друга. И вот в этом-то заключается основная тактика работы с коллегами. Не будьте с ними врагами, не ставьте с ними лбами, будьте с ними друзьями. Да ладно, друзьями. Будьте с ними невраждебно настроенными коллегами хотя бы для начала. В этом вам может помешать то, что если, к примеру, вы презентуете свою идею перед собранием ваших коллег, к примеру, на очередном стендапе команды, то может сработать механизм так называемых групп финка. Когда никто не хочет особо принимать решения, все смотрят друг на друга, и все видят, что все остальные тоже не очень как бы испытывают энтузиазм. И такие, ну может быть нет, ну как-то нормально и без тебя все работало. Есть на это один очень грязный трюк, которым я, к сожалению, в своей жизни пользуюсь и не раз. Разделяйте и властвуйте. Берете одного отдельно взятого коллегу и где-нибудь за обедом или отводите его просто в уголочек и говорите, слушай, тут такое дело, вся команда уже подписалась, и ты один буквально тормозишь процесс. Ну может быть мы как-то с тобой там найдем общий язык. Пройдя от коллеги номер один до коллеги номер N и закрыв с собой всю команду, вы так иначе подпишите их всех, и всем им будет стыдно признаться, что они подумают, что все остальные уже тоже в это все подписались. Это бесчестно, это ужасно, но это может сработать. Используется только в крайнем случае и крайне ответственно. Помните, вам с ними еще жить. Окей, с людьми мы разобрались. Люди — это хорошо. Но нас ждет не менее жадный зверь. Машина — да-да. Тот хитросплетение кода, которого называете продуктом. Давайте начнем с самых азов. Для начала разберите хлам. Для начала, чтобы тестировать, тестировать необходимо таким образом, чтобы, проявляя минимальное воздействие на систему, скажем так, вы получали какой-то проверяемый результат. Но когда ваша система полна данных, а любая левая система полна данных, которые остались там еще с момента запуска, которые люди добивали годами, поведение системы может зависеть от этих данных. Примерно, какая-то ветка кода, которая проверяет, что если есть запись с айдишником 42 в базе данных, то мое поведение меняется кардинально. И, соответственно, если будет тестировать такой код, а потом кто-то случайно возьмет и впротив удалит запись номер 42, то продукт, который вы гордо сказали, абсолютно проверен и защищен и покрыт, покажет, что вы мерзкий-мерзкий лжец. И это плохо. Поэтому тестировать необходимо с чистого листа. Что это из себя представляет? Опустошите источники данных. Сделайте минимальные конфиги, то есть которым вообще запускает система. Выключите все фичи, которые возможны. Сделайте такую, скажем так, сферическую систему в вакууме. Заставьте ее запуститься. Если система у вас запустилась, у вас есть какой-то минимальный набор данных, необходимый для ее функционирования, то это уже хорошая отправная точка. Это так называемый чистый лист. Применяя какие-то измеренные воздействия, типа создав определенную запись базы данных, нажав на определенную кнопочку, вы будете получать измеряемый рабочий результат. И уже с этим вы можете с определенной уверенностью идти к следующему шагу. Распутыванию данных. Не секрет, что любой legacy-проект делается по принципу «надо сдать завтра». Соответственно, все то, что вы проходили в университетах, третья нормальная форма, структурирование данных и так далее, все это уходит в угоду тому, что добавь просто поле на этот объект и там ссылочку обратно, и плевать, что получается цикл, надо, чтобы отчет работал. Соответственно, когда вы начинаете тестировать, вы сталкиваетесь с тем, что у вас получается, например, опять же, циклическая зависимость невозможная для воссоздания в программе, но необходимая для ее функционирования. В этом случае, чтобы разобраться в этом лесу зависимости, попробуйте задуматься о том, а какой же объект в вашей системе является главным. Пример, возможность сделать систему учета склада. И ящик является главным объектом. С объектом ящик связан объект полка, с объектом полка связан объект ряд и так далее. Либо же, например, вы делаете учет людей, вы делаете что? Человек. С человеком связаны его данные, с человеком связаны его фото и так далее. Если смотреть по ссылкам с этого God Object и переходя таким образом все глубже и глубже по дереву зависимостей, вы сможете определиться с тем, какой необходимый минимум данных и зависимых объектов вам нужно воссоздать для того, чтобы ваша система работала и могла функционировать, чтобы могли тестировать ваш функционал. Возможно, вам придется застучить рукава и погрузиться по локоть в это месиво, придется рвать ссылки, придется менять структуру базы данных. Вы скажете, ну зачем? Оно работает и так. Да, но мы пришли сюда для того, чтобы оставить систему такой, какая она была. Пришли для того, чтобы сделать систему лучше. Иногда, когда лес рубит, щепки летят. Поэтому не бойтесь делать изменения, но делайте их обоснованно. Хорошая стратегия для начала тестирования запутанного старого продукта влезет в так называемые смок-тесты. Это понятие пришло к нам из мира электроники, так называемого дымового тестирования. Представляете себе достаточно простую концепцию. Вот этот вот шибко умный инженер в очках собрал гигантскую схему, куча лампочек, куча свитчек, куча еще чего-то. Но прежде чем начать тестировать какой-то сложный функционал, он начал просто включать ее в розетку. Если откуда-то пошел дым, что-то пошло не так. Переводя это на язык информационных систем, это работает достаточно простым образом. Представьте, что у вас есть веб-сервис, и у него есть какой-то end-point, относительно которого делаются запросы. Попробуйте просто кинуть ему запрос get, без всяких даже просто параметров. Если у вас по какой-то причине продукт неожиданно сломался, упала 500 ошибка, и шеф все пропало, то, наверное, что-то пошло не так. И это хорошая отправная точка, потому что у вас уже есть какой-то тест, который проверяет какую-то функциональность, и этот тест вам может даже сказать, что система сработает нормально, либо система сломана. Такой тест даст вам уже, во-первых, какой-то процент покрытия, потому что даже простой запрос к самому простому end-point уже затрагивает больше, чем, примеру, 1% кода. И такими небольшими тестами вы приобретаете какой-то такой плацдарм, относительно которого вы можете тестировать дальше. А также они вскрывают множество проблем. К примеру, возможно, за все время функционирования вашего сервиса никто не догадался послать ему запрос без параметров. И вы просто не обрабатывали такую ситуацию, но это не значит, что он должен быть такой. Используя такую тактику, покрыв хотя бы несколько основных точек входа вашу программу, к примеру, форму ввода логина-пароля, основные веб-сервисы, или даже кнопку «сделать хорошо», вы уже приобретете нечто осязаемое, что можно показать менеджерности, можно прийти к коллегам и так далее. Но этого только недостаточно. Необходимо идти глубже. И прежде чем мы спустимся на уровень юнит-тестов, да-да, мы все знаем, что юнит-тест — это самое лучшее, мы перейдем к функциональным тестам. Функциональный тест — это все так же самый высокий уровень возможный. Это тесты определенного куска функционала. Это не тест отдельного класса, не тест отдельного метода. То есть представьте себе, что у вас есть функционал сгенерировать отчет. Вместо того, чтобы тестировать отдельные его части, вы тестируете ситуацию, что я пошлю запрос создания отчета с такими-то параметрами, и я получу файл, в котором будут такие-то данные. Вы можете даже ничего не знать о том, как производится этот отчет, но если он с определенными входными данными, выдают определенные выходные данные, то этот черный ящик с некоторой вероятностью работает так, как вы того хотите. Покрыв основные случаи функционала подобными тестами, вы также увеличите свое покрытие, увеличите свою уверенность, что код работает хотя бы приблизительно так, как вы себе это представляете. Совершенно не обязательно так, как он работает на самом деле. И вы уже приобретете немножечко больше уверенности, вы набьете руку, вы скроете еще больше проблем. Но главное помнить, что это является средством, а не целью. Очень легко подсесть на игру функциональных тестов, когда я же тестирую реальный функционал, это то, что используют пользователи. Как же это хорошо? Например, он понимает, что функциональный тест — это тест, который задействует большие куски кода. Они могут действовать гигантскими объемами данных. И поэтому, когда 3-4 функциональных теста — это хорошо, десяток — уже немножечко плохо, а когда вот уже тысячи, они проходят 9 часов, ну это уже как-то слегка перебор. И это реальные цифры, реальный случай, который сейчас цитирую. Поверьте мне, жизнь бывает хуже, чем вы можете себе представить в самых плохих фантазиях. Ладно, мы быстренько прошлись галопом по Европам машинного тестирования. И снова возвращаемся к основной теме нашего доклада. Ребята, даже ваши коллеги, даже ваш менеджер — это не самый страшный враг в этом бою. Самый страшный враг — это, как ни странно, вы сами. Будьте готовы к тому, что путь вперед будет казаться бесконечным. То, что вы думали, займет вас максимум неделю между большими спринтами, обратится в проект, который длится уже полгода и никак не может завершиться. Я вижу понимание в глазах некоторых людей в этой аудитории. И сопротивление будет неизбежно. Даже те, кто изначально казался с вами, они будут испытывать сомнения. Они будут пытаться сойти с колеи, они будут говорить, что зачем мы все это делаем, зачем мы тратим время. Давайте пилить фичи, фичи, фичи. Будьте к этому готовы. Не испытывайте от этого упадок сил. Дайте им достойный отпор. Напомните, зачем вообще во все это ввязались. Напомните о том, сколько уже сил и времени в это вложено. Это плохой аргумент, но он может тоже сработать. Но главное — помните, никто не гарантирует успех. Даже если вы проявите героические усилия, даже если вложите всего себя во все это, ваш проект все равно может сгореть. Все это ваше крестово-походство тестирования может оказаться пшиком. Это нормально. Это абсолютно нормально. Это не конец жизни, это не конец вашей карьеры. Это даже не подтверждение того, что вы плохой профессионал. Ты просто знаешь, что конкретно этот проект, конкретно это начинание завершилось некоторым неуспехом. Но вы получили определенный опыт, вы получили определенное понимание того, что же пошло не так. В следующий раз, когда вы возьмете в руку новое копье, и ваш арсенант разгонится на черную ветряную мельницу, вы уже будете готовы сломать это копье, но чуть позже, чуть-чуть другим методом и с меньшим ущербом для себя. А вы теперь самое на самом деле обидное, горькое и вечное. Не бойтесь фидбэка. Мне приходилось как самому вступать в эту ловушку, так и видеть, как другие попадаются в нее. Когда вы делаете, что-то делаете, приносите, показываете людям, есть делень, они говорят, ну как-то, ну, э, это ужасно. Неожиданно оказывается, что механизм, который кажется вам удобным, неудобным всем вашим коллегам. И они просто вам не хотели говорить, либо вы не хотели этого слышать. Пишите тесты, пробуйте то, что вы внедряете. Очень часто бывает такое, что вы увлеклись внедрением нового тестового фреймворка, а непосредственно сами тесты вы не пишете. И как только вы начинаете их писать, вы видите, о боже мой, о боже мой, что же я делаю, я не могу этим пользоваться. А ваши коллеги, возможно, тоже это видят, но они об этом молчат, либо просто не пишут тесты, потому что это так неудобно, они так долго проходят, зачем? Опять же, если у вашей коллеги испытывают какие-то проблемы, если они достаточно смелые, чтобы об этом вам сказать, или вы недостаточно слепы, чтобы этого не замечать, помогайте коллегам с этими проблемами, не говорите им, что я это исправлю, потому что в таком случае вы замыкаете все на себя. Вы становитесь человеком-тестировщиком, тест-гай, которому, когда что-то ломается, ся, становится красным. Люди приходят к нему, они не хотят вникать в это, не хотят разбираться. И автоматом автобусное число снижается до единички. Автобусное число, ребят, это не шутки. Каждый из нас может сгореть, выгореть, умереть. И это на самом деле правило жизни. Не бывает такого, что вы один будете тащить этот проект всегда. Поэтому стоит обратиться к тому, чтобы дать вашим коллегам ту самую экспертизу, которая необходима для того, чтобы справиться в случае отсутствия вас. В конце концов, вы же хотите уйти в отпуск. Нет, серьезно. И только наличие экспертизы у коллег поможет вам избежать вот этих вот неприятных звонков, когда вы уже расслабились на пляже, а сяй, повторюсь, снова стал красным. А также улучшайте механизмы тестирования. Вполне возможно, что многих проблем можно избежать просто хотя бы потому, что медленный тест неожиданно стали быстрыми тестами. И то, что раньше требовало 20 строчек кода, теперь может мократься одной строчкой кода. Но вы этого не замечали, потому что один раз написали что-то и забыли. Работает, не трогай. Это правило работает, к сожалению, не всегда. Я снова повторюсь, автобусное число — это не шутка. Неоднократно мне приходилось связываться с такой ситуацией, что человек начал какое-то тестирование, потом получил предложение ухода какой-нибудь Google абстрактный в облаке, либо же хотя бы другую команду, где проект немножечко свежее, не так пахнет. И он бросал все и убегал, не оставляя по себе ни комментариев, ни документации. И оно работает до какой-то степени, потом свежий комит все ломает, люди это ничем, потому что не понимают, как это работает. И не хочу, чтобы этим человеком были вы. Не позволяйте себе превратиться вот в это вот ограничивающий фактор, в это узкое горлышко. Пишите документацию, проводите тренинг, распространяйте свой опыт. И только таким образом, когда все будут, например, на одном уровне с вами, процесс, соответственно, превратится из гонки одного человека в командные гонки с передачей флага. И только через поддержку своих коллег вы сможете прийти к успеху. Либо же, если вы сам один такой человек на этом проекте, просто подумайте о том, что если вас однажды не станет, кто-то другой придет на этот проект и точно так же будет страдать в одиночестве. Дайте ему этого самого друга в лице документации. Не позвольте ему умереть одному. На этой не самой радостной ноте я задам вопрос, который терзает меня уже достаточно давно. Есть ли у вас вопросы по этому докладу? Потому что я прямо чувствую, что у кого-то есть понимание, у кого-то есть несогласие, а у кого-то глаза уже горят. Волшебный микрофон пошел придан. О, спасибо. Однако же. Добрый день, спасибо за доклад. Очень интересно. Вот этот доклад был про питон. А вот можно ли использовать, скажем, для C++? Потому что вот свои особенности, и как вот с этим справиться, если вот C++ или там на Go тоже хочется написать? Вы знаете, отличный вопрос, спасибо. Когда этот доклад писался, я неожиданно понял, что он выходит за рамки всего моего опыта, который был связан с питоном. Что эти же проблемы я встречал и в C++, когда писал. Что когда я, простите, писал на PHP, я точно так же сталкивался со всеми этими проблемами. Практики на самом деле здесь относятся скорее к вашему восприятию и взаимодействию с процессом разработки не с конкретным языком. Язык — это инструмент, а вот процесс разработки — это то, чем вы живете. Соответственно, применяя описанные здесь советы к тому, как вы разрабатываете продукт, к тому, как взаимодействуете со своими коллегами, вы не ограничены языком, вы ограничены только самим собой. Еще вопросы? Я вижу. Благодарю. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, в вашем подходе к этому вопросу есть место выделенным тестировщикам? Конечно. На самом деле этот вопрос я чаще всего и слышу после этого доклада, особенно от тестировщиков. Тестировщики — это чуть-чуть другое. Сказанное здесь, оно относится скорее к регистонным тестам, наиболее актуальным для поддержки старого кода. То есть представьте себе, что вот этот вот legacy-продукт — это как башня из дженги. То есть набор каких-то блоков, которые держатся за счет того, что они легли просто вот хорошим образом. И когда вы тыкаете определенный блок, есть хороший риск, что башня упадет. Но если у вас есть как бы тест, который говорят, что слушай, чувак, ты вот вытолкнул вот этот вот блок, и сейчас башня рухнет. Соответственно, тестировщики, они тоже могут заниматься регистрационным тестированием, но у них немножечко другая функция, как, собственно говоря, и у автотестировщиков. Тестировщики, они люди, которые ломают продукт новыми неизвестными методами. Это люди, у них есть воображение. Помимо того, что они могут находить новые неизведанные пути того, как это могло бы поломаться, они также могут вам подсказать, что вы знаете, вот, ребята, вы пишете тесты, вы их делаете определенным образом, но на самом деле эта концепция здесь неприменима по определенным тем-то, тем-то причинам. Тестировщики не являются звеном, который отпадет в процессе внедрения этих практик. Они, если они у вас, конечно же, есть, это на самом деле очень хорошие подспорья в этом начинании. Поэтому главное дать им это понять и самим прийти к этому пониманию. И работая вместе, вы станете больше, чем сумма двух, скажем так, в частей одной команды. Спасибо. Еще вопрос. Еще вопрос. Продолжаем. Спасибо за доклад. Обновление Легаси это не только тесты. Это еще и обновление фреймворков, обновление кода. Может быть, дадите какие-то рекомендации на этот отчет? Как лучше действовать? Именно не с точки убеждения коллег. Коллеги уже согласны. Это уже пройдено. А как именно с технической точки зрения лучше подходить к вопросу обновления Легаси стека? Я, во-первых, крайне рад за вас. Ваши коллеги молодцы, да и вы тоже ничего. На самом деле, это очень хороший вопрос, но он опять же, к примеру, покрывается тематикой тестов. Я приведу пример своей практики. Был у нас, кто-нибудь знает, Django Tasty Pie? Такой вот есть пакет для REST интерфейсов. Да, хорошо, что не так много его знает, потому что он ужасен. Но нам приходилось мигрировать старый продукт со старой версии этого пакета на еще чуть менее старую версию этого пакета. И у нас были подозрения, что что-то может сломаться. Как мы поступили в этом случае? Мы, во-первых, проанализировали паттерны использования этого самого REST API от его потребителей. Нашли основные сценарии, которые применяются. К примеру, используются определенные комбинации лимитов и оффсетов, используются определенные паттерны запросов или же фильтрации. и извлекли наиболее частые случаи. Мы написали определенные регрессионные тесты, ну, практически уровни функциональных тестов. Мы кидаем запрос такими-то параметрами, ожидаем такой-такой-то ответ. Отлично. После того, как у нас реймировался определенный, скажем так, фреймворк тестов для тестов этого фреймворка, мы делаем заветную смену номера в конфиге нашего приложения. Неожиданно оно использует новую версию этой библиотеки. Мы прогоняем тесты, и если поведение видимое не изменилось, то вполне возможно, что с точки зрения пользователя также не произойдет никаких изменений. Проблема смены фреймворка, она не столько в том, что как бы нам заиспользовать какие-то новые его возможности, функционал. Проблема апгрейда фреймворков и каких-то библиотек в том, чтобы не сломать то, что уже было. Поэтому через фиксацию существующих случаев использования, существующих юзкейсов, вы так или иначе придете к тому, что у вас будет относительно чего? Вот такой бейзлайн, который может проявить, что что-то упало, либо что-то заработало еще лучше, либо что-то работает совершенно предсказуемым образом. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо за доклад. Тема очень для меня сейчас актуальная. Рассказали про то, как не бояться фидбэка, с одной стороны, и с другой стороны, упомянулись случаи, когда человек работает один на проекте, и стараясь составить документацию, чтобы следующий, кто пришел, не слишком страдал. Как в этом случае получать фидбэк? Отличный вопрос на самом деле. Во-первых, если вы работаете один, вообще один, то есть один в поле воина, нет никаких других команд, нет никаких других коллег, вы на своем личном педпроект, например, работаете, то имеет смысл, если вам, конечно же, не стыдно, выложить свой код в какое-то публичное, скажем так, место, запросить фидбэк по этому коду, каком-то хакер-ньюси, вот мой педпроект. Но если мы говорим про случайно промышленной разработки, пример, вы просто один человек в команде, есть другие разработчики, имеет смысл пойти на контакт с другими людьми. То есть, например, взять разработчика из соседней команды и сказать, «Ребят, я знаю, вы тут все крутые, не мне читай, или я не вам читаю, это уж как вы сами зайдете. Не могли бы вы мне помочь? Мне вот интересно ваше мнение. Новый разработчик расритиковать своего собрата». Но в то же время вы уже получите какой-то фидбэк. Применяя этот фидбэк и действуя на основе полученных рекомендаций, если, конечно, будут рекомендации, а не просто ха-ха-ха, то вы можете получить уже какую-то новую итерацию вашего кода, с которой вы сможете снова прийти за фидбэком. И рано или поздно вы так или иначе будете как бы нарабатывать определенную базу. То есть, не обязательно должны быть ваши непосредственные коллеги, это просто должен быть второй комплект глаз. Либо, я даже не знаю, можете попробовать быть сами с собой тестировщиком. То есть, вы вот написали какой-то код, вы написали какие-то тесты, оставьте это полежать. Вот серьезно, просто забудьте, займитесь пока другой какой-то фичей, через неделю вернитесь и продолжите работать над этим проектом. Освеженным взглядом вы сможете заметить те вещи, которые замыльным взглядом вы просто пропускали, либо с которыми просто смирялись. Это не самый эффективный подход, но как бы в случае один в поле воин, это тоже не самый частый в нашей практике, хотя, повторюсь, на лекции проекта достаточно актуальная тема. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Итак, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Да, секунду, у вас коллизия. Давайте, ну не знаю, начнем с девушки. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько часто вы работали с проектом, на котором нет документации и документации вообще? Всегда. А теперь очень важный вопрос. Есть ли у вас метода, как разобраться в этом коде? На самом деле, она базируется на упомянутых методах разведки местности. Для начала, представьте себе, что ваше приложение давно каким-то образом использоваться. То есть есть какая-то точка входа. Для веб-приложения, к примеру, какой-то эндпоинт, который дает интерфейс вашей системы. Для веб-сервиса это ручки, которые держатся за данными. Для приложения это его графический интерфейс. Используя эту точку входа, попробуйте представить себе юзкейс этого всего приложения. К примеру, чтобы зайти в систему, вам необходимо ввести логин, пароль, нажать кнопку вход. Куда это пойдет? Какая часть системы это проверяет? Вы рисуете на своей схеме квадратик, систему аутентификации, к примеру. И вот такими вот как бы изыскательными методами, грызая все дальше и дальше в код, вы можете составить себе, скажем так, небольшую карту наколеночную, которая поможет вам ориентироваться в этом коде дальше. Зафиксировав это, вы уже получите, ну не документация, это нельзя назвать так, но какие-то ее наметки. Также вам это могут помочь автоматизированные какие-то системы. Пример, в случаях анализа модели данных для той же самой джанки есть пакеты, которые вам рисуют схему данных. Посмотрев на запутанное месиво ссылок и таблиц и объектов, вы сможете глазом с фото птичьего полета к примеру понять, что ага, почти вся логика так иначе нацентрироваться вокруг год-обжекта под названием сервер. Что же мы с этим будем делать? Откуда туда растут ноги? И вот такими вот изыскательными методами с применением ограниченных автоматизированных методик можно побороть многие куски кода. Если это только не совсем, как говорится, компилированный бинарник, но тут, как говорится, это совершенно другая сфера и другие методики. С исходным кодом немножечко в этом плане проще, хотя я замечу, что не всегда. Бывают случаи, когда просто вот хочется представить, что это не скомпилированный бинарный код, я ничего в нем не понимаю, давайте просто напишу код сбоку, каким-то образом его сюда подключу. К сожалению, и такое в моей практике случалось. Но, будем надеяться, вас эта доля избежит. Спасибо. Так, следующий. Прошу теперь ваш вопрос. Ей. Начну с того, что вот мне мой коллега… Держите чуть поближе. Когда-то сказал, я сейчас это никогда не забываю, что для того, чтобы не было такого после тебя legacy кода, представляю, что после тебя этот код саппортить будет толпа больших злых дядек, у которых есть топоры. Это актуально. Помогает. И вот такой вопрос. А почему нету… Не был упомянут такой метод житья с legacy кодом, как просто выкинуть и переписать заново. Это применимо. Это применимо, я не спорю. Но есть нюанс. Есть небольшой нюанс. Я участвовал в проектах переписывания с нуля. Именно такого legacy кода, когда уже не в моготу и никакими тестами ничем его не спасти. Основная проблема в том, переписывание с нуля, что вы не делаете старый продукт лучше, вы сделали новый продукт. Новый продукт лечет за собой абсолютно все новое. Начиная от того, что вы неожиданно в процессе переписывания понимаете, что давайте мы изменим текущий сценарий использования, давайте мы еще приделаем вот это вот сбоку. Неожиданно получается, что проект переписан даже один в один, неожиданно становится написанием совершенно другого продукта. А у него, между прочим, есть пользователи. У него был план разработки. У вас есть менеджер, который, может быть, дал на это добро, но он хотел бы видеть, чтобы это было быстро и практически точно так же, как говорят, с перламутровой, но с пуговицами. И в жизни такое получается крайне редко. То есть, либо вы начинаете с пониманием того, что параллельно еще поддерживаете старый продукт, а вам придется это делать. Не бывает такого, что вы говорите клиентам, нет, вы знаете, следующие шесть месяцев мы не принимаем никакие баг-репорты, фичер-реквесты, мы пилим светлое будущее. Ну, вы его, конечно, допилите, то кто им будет пользоваться? Поэтому это не упоминалось в данном случае, потому что все-таки наиболее часто сценарий, что вы продолжаете модифицировать старый код. Но я с вами согласен, это тоже применимый метод, просто он намного более рисковый. Но если вы готовы, чувствуете в себе силы, уверены, бог вам в помощи. Вот еще критерий такой, который использовался одним моим коллегой, который был успешно использован для того, чтобы понять, когда надо выкинуть и переписать заново, это когда продукт умеет много, но люди уже и не знают, что он умеет, и в основном используется какой-нибудь, и среди всего дерева возможных воркфлоу использования, используется только один воркфлоу использования. В контексте этого доклада, который касается все-таки тестирования, а не рефакторинга старого кода, это можно действительно упомянуть таким образом, что если вы собираетесь покрывать проект тестами, то это относится как раз к тому, о чем я говорил, выясните юзкейс, которым пользуются ваши пользователи. Действительно, может, у меня на практике такое действительно было, продукт, которым было кода на 100 тысяч строчек, но пользовались тремя функциями и одним отчетом. Это было крайне критично, это был продукт, который действительно спасал жизни, но 95% этого кода не использовалось, то есть совсем. Ну так получилось. Соответственно, вместо того, чтобы тратить время и организовать покрытие в 60% из 100 тысяч строчек, возможно, можно организовать покрытие в 100% в 3000 строчек. Согласитесь, немножечко быстрее и, возможно, даже приятнее. Это очень хорошее замечание. Спасибо. Следующий. Здравствуйте. У меня два вопроса. Во-первых, вы сказали, что рисование графов моделей, оно помогает в разбирательстве с кодом без документации и тестов. И у меня, когда я в прошлый раз с этим работал, был следующий вопрос, что это запускается да, хорошо и быстро, но есть еще проекты, которые визуализируют, извиняюсь, которые еще визуализируют, как код работает, и есть даже Payan, который, правда, по-моему, не поддерживается, который статически визуализирует. Еще есть Tracer Hunter. Я все это пытался запустить, но у меня ничего не получилось, и я забил. В связи с чем у меня вопрос, это я что-то неправильно делал или… Короче, вы знаете что-нибудь про это? Замечательный вопрос. Лично я не знаю, что вы делали неправильно, поскольку это были вы, это было ваше надействие с кодом. Я применял Trace Hunter, о, Trace Hunter, если я не ошибаюсь, это было крайне давно, и мне не оставило это такого же приятного впечатления, как крафтовое копание в коде руками. Но опять же, я почему не упомянул конкретные фреймворки и избежал упоминания конкретных инструментов, потому что в итоге все это свойство к усовщине, к вопросу вкуса и удобства. Кому-то удобно это делать с самописным кодом. Я встречал такой человек, и писали утилиты, которые визуализировали с учетом знания, логики и специфики этого кода. Кто-то использовал готовые инструменты, как вы, у кого-то это так же не получалось, а кто-то в итоге приходил к успеху. Именно поэтому я предпочитаю работать, лично я, это мы опять же лично, предпочтение, катащины руками, и говорить с людьми, которые возможно умеют это делать лучше меня с применением более мощных инструментов. Основная мысль этого доклада была в том, что если вы взаимодействуете с людьми, а не делаете это в одиночестве, то у вас есть определенный бонус. Если вы делаете это в одиночестве, то опять же неважно, каким инструментом вы пользуетесь. У вас либо получится, либо нет. Соответственно, все зависит опять же от вас. Второй вопрос. Спасибо. Извиняюсь. Я просто хотел дополнить, что крафтовое копание в коде, это, конечно, крафтовое копание в коде, но визуализацию ОСТ какую-нибудь можно менеджеру показать. Посмотри, как здесь все сложно. До четверга не выгребем. Отличный вопрос, отличный прием. Я использую это в следующем нашем стендапе. На самом деле, это действительно работает, и это как бы совершенно другой вопрос, что вы показываете вашему менеджеру, как оно выглядит. На самом деле, если у вас есть какой-то подспорь, если то, что вы делаете, то, что вы получили на выходе какого-то инструмента, это вам хоть немножечко помогает, скажем так, рассеять мрак, стоящий вокруг проекта, это уже плюс. Я помню, как на одном проекте граф зависимости получился настолько гигантским и запутанным, что невозможно прочитать, к какой модели относится, к какой квадратик. Просто было столько сущностей, что они не помещались на лист А4. Но при этом я заметил, что есть определенное скопление сущностей вокруг одного приложения, а вот эта вот сущность используется ровно в одном месте, она ни с чем вообще не связана. И уже из этого я стартовал, я углубился и визуализировал конкретно это application джанги. Ага, уже стало более понятно, масштаб повысился. И загребаясь все дальше и дальше, я тем не менее выделил определенные части, взаимодействие между ними, и уже исходя из этого атаковал стальной код. Извини, второй вопрос. Я, короче, сокращу, чтобы коротко было. Может быть, проект, у которого нормальные тесты, вот все хорошо подкрыты, асерты хорошие, коврэйдж хороший, но при этом вот вам приходится то же самое делать, то есть он legacy, и он хорошо покрыт кодом, но при этом сам код разобраться с ним нельзя. Или такого не бывает? Такое, конечно же, бывает. Проблема в том, что это предмет совершенно другого доклада, потому что, когда у вас уже есть тесты, вы можете наконец-то кидаться и менять этот код без боязни, что когда вы его поменяли, что-то неожиданное может случиться. Суть в тестах не в том, чтобы одним своим существованием они делали проект лучше, и вы в процессе написания тестов сделали код чище и прочее. В случае legacy кода они имеют, скорее, поддерживающую функцию, что если вы что-то случайно сломали, вы об этом узнаете до того, как об этом узнают ваши клиенты, либо же до того, как взорвется атомная электростанция и что-то вот в этом вот роде. Соответственно, повторюсь, тесты — это не цель, это инструмент. Если они позволяют вам ускорить процесс работы над этим кодом, хорошо. Если же у вас в итоге ничего не ускорилось, не появилось понимание, а тесты есть, ну, это, конечно, неплохо, но, возможно, вы все-таки атаковали это не с той стороны. Такая ситуация возможна. Жизнь, она не подвластна описанию одним каким-то цельным образом. Еще вопросы? Да, здравствуйте. Спасибо большое за доклад. У меня такой вопрос из серии «Один в поле войн» или нет? Вот у меня сейчас ситуация. В моей команде как бы образовался такой лишний ресурс, его перекинули на другой проект. И так вот перекидывают разные команды. Вопрос в чем? Я понимаю, что вот какое-то место я вижу в коде, мне оно кажется отвратительным и ужасным, и таких мест очень много. И критическая масса проекта настолько большая, что я ни в каком обозримом будущем, даже если я буду работать в этом проекте, я не смогу много чего-то переписать. Может быть, у вас есть какой-то совет на тему того, как привнести свою частичку добра, если даже я не могу сделать много. Может быть, я могу как-то по-умному к этому подходить. Во-первых, благодарю вас. Это действительно очень жизненная ситуация. Я сам с этим сталкивался, иногда даже сталкиваюсь в своей нынешней работе. Основная мысль, которую можно из этого, которую можно применить к этому, не теряйте веру. То есть все станет лучше, но ни сего, невозможно, уже не при вас. Если можете сделать… Это, к сожалению, правда. То есть никто не говорит, что вы в одиночку достигнете успеха. Но если вы сделаете жизнь чуть-чуть лучше, если продукт станет чуть-чуть более стабильным для следующего, например, человека, вы уже сделали жизнь лучше. Вы, возможно, сэкономили компанию денег, которую она потратит на что-то приятное для вас, к примеру, бонус к зарплате или посылка кого-то на обучение, у вас будет хорошая карма, потому что, слушайте, мне было очень плохо, но вот вещь, которую сделал этот чувак, она реально помогла. Соответственно, вы работаете не столько для того, чтобы одолеть одним наскоком, вы делаете светлое будущее, параллельно зарабатывая себе очки кармы. И если вас это не мотивирует, то задумайтесь о том, что, возможно, в какой-то ситуации в будущем то, что вы сделаете сейчас, сэкономит вам время, жизнь необходимое время. Если и в это вас не убедит, то я вам ничем уже не могу помочь, но я вас верю. Ну, то есть, если говорить именно про приоритизацию, то, наверное, вы бы посоветовали фокусироваться на том, что вот прям непосредственно можно будет увидеть и сэкономить время и так далее в будущем. То есть, во-первых, это будет, видимо, некий результат, который в случае чего потом опять же можно показать менеджеру и сказать, знаешь, я не достиг тогда успеха, ну, посмотри, я сделал вот это, вот это, в итоге мы смогли избежать вот этого, вот этого, это сэкономило нам время. Слушай, может быть, там, не знаю, ресурсов мне найдем, или я вот немножечко времени возьму от спринта и сделаю еще чуть-чуть лучше. Такой итеративный подход. Главное, повторюсь, быть готовым к тому, что путь будет долгим. Он, скорее всего, будет бесконечным. Но в то же время никто не говорит вам, что вы должны достигнуть успеха за один забег, за один голуб. Просто старайтесь принести частичку добра, пока можете, и это отзовется вам с торицей. Спасибо. Очень хороший посыл. Давайте похлопаем. И на этом, на этом, на этом добром посыле завершим киеви сессии. А скажи, пожалуйста, у кого был наиболее клевый вопрос? Отличные вопросы. Я хотел бы дать приз вот этому вопросу. Поднимите руки все, кто задавал вопросы. О, кстати, да, спасибо, это помогает. Я думаю, что на самом деле последний вопрос очень хорошо подметил, скажем так, основную мысль нашего доклада, что это скорее вопрос не про то, как вы боретесь с кодом, а о том, как вы боретесь с самим собой и вашими коллегами. И что вот это вот ощущение, что вы делаете что-то, оно может быть с одной стороны хорошим, но в то же время вы можете отчаяться и все это прекратить. Не отчаивайтесь. Я верю в вас, каждого из вас, тех, кто сидит, слушает этот доклад, что… Это уже почти тренерство личностного роста. А, стоп, это не та конференция. Опасная грань, опасная. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все спасибо, все свободны. И мы дарим тебе небольшие сувениры от конференции.